Здравствуйте, дорогие дамы и господа, с вами Кабан-25. Сегодня мы продолжим создание сайта. Во второй части ролика мы каждую кнопку, каждую страницу подредактируем. Итак, приступим. Откроем фронт-пейдж, надеюсь, вы его уже установили. Файл открыть, то начнем, наверное, с листом, со страницы этой, так как она больше всего подходит, то есть она уже почти сделана, то надо внести только несколько поправок. Должны пока загрузиться, сейчас у нас 4 страницы, включая индексную страницу, они у нас абсолютно одинаковые, поэтому мы начнем редактировать каждую из этих страниц, которая будет соответствовать кнопочке. Итак, сейчас мы начнем слушать, кнопка слушать, значит страница будет называться листом. Все очень просто. Вот у нас открывается, пока вот открывается наша страница. Надо было, конечно, загрузить раньше, но... Так, все. Как вы видите, главное слушать обо мне. Ради работки у вас, в случае, давайте сделаем другим цветом. Цвет текста желтенький, пусть такой будет. Дмитрий и дичко, точнее, над составим. В принципе, тут уже все есть. Вот это мы уберем. Можете, можете. Вот так заходите. Все, убьем. Конечно, в интернете этого не будет, но если какие-то есть поправки, которые на самом деле... Вы видите ошибки, надо их все-таки исправлять. То есть, это не обязательно делать то, что я давно не делаю. Все. Теперь я возьму с одного сайта Яндекса сервис, который поможет нам сделать кнопочки. Называется, мне кажется, API. API Яндекс. Вот, или API. Вот, продукт Яндекса. Очень удобная. Вот, поделиться в соцсетях, называется. Выбираем абсолютно все. Берем ссылку. То есть, вот так будет примерно это выглядеть. Или вот так. Но ссылки тут, конечно же, не будет. Так. Только кнопочки, иконка, ссылка, кнопка. Ну, в принципе, давайте ставим, пусть будет кнопочка. Копируем весь код. Копировать. Заходим. Заходим с разделением. Ищем. Ищем. Здесь мы будем писать. Нам надо вставить ее до данной скобочки. Нажимаем вставить. Все. Если мы нажмем просмотр, то мы, конечно же, это не увидим. Но нам, в принципе, это и не нужно. Так. Тут мы можем писать. И тут мы можем, в принципе, писать. Здесь у нас будет сейчас располагаться код, который я вставлю на своем сайте, на радиоточке. Все. Код я скопировал. Теперь его бьем просто и с разделением вот сюда. Сейчас он должен выделиться тут, в принципе. Вот он выделился. То есть, если мы будем здесь что-то писать, то есть, он будет после. Так что, берем и вставляем наш код. Теперь, вот видите, он уже обозначился. Теперь берем в конструктор. И тут я уже нашел текст. Вот он. Копируем его и вставляем. Вот. Так. Ну, в принципе, можно оставить и так. Кнопочку мы эту дату сделали. Давайте вернем. Вот. Вот так и оставляем. В принципе, все нормально. Берем и сохраняем данную страницу. Окей. Все. Теперь можем открыть. Нам уже данная страница не понадобится. То есть, listen, кнопочку слушать мы сделали. Теперь давайте перейдем на страницу главную. Вот здесь, конечно, придется нам повозиться. Главное это у нас вот эта страница. Но также главная называется и индексная. То есть, нам сейчас можно, в принципе, сделать главную страницу L, а потом взять и скопировать такую же страницу и назвать ее индекс. То есть, изменить индексную, ту, которая у нас существовала. То есть, в принципе, не очень так и сложно. Поэтому начнем с главной страницы. В принципе, вот этот текст мы можем уже убрать. Он нам не нужен. Сейчас ждем, пока загустится страница. На главной я, наверное, размещу фотографию свою и напишу какой-нибудь текст. Вот, как вы видите, тут все однообразно. Это мы опять возьмем желтеньким цветом. Это, конечно, мы все убираем. Но, это мы все сейчас сделаем. Сюда мы вставим фотографию, вставка, рисунок из файла. Так, как вы помните, фотография уже была. Вот она. Видите, она кажется очень плохой. Поэтому посмотрим, есть ли у меня такая же фотография. Хотя зачем? Можно взять ту же фотографию с моего нового сайта. Вот. В принципе. Хотя, вот сейчас бы нам не помешало бы заменить в сайте первом в Amage вот эту удаляем. А отсюда сейчас увеличим все изображения. А вот эту скопируем и вставим. Но при этом нам фотографию сейчас надо будет удалить. Вставить. Все. Теперь фотографию отсюда удаляем. Нажимаем файл. Рисунок из файла. И берем вот этот фотографий, который у нас находится на сайте первом. Вот она. Открываем. Image. Вот наша фотография. Все. Теперь нам необходимо сделать строку. То есть фотография, в принципе, есть. Все так ее примерно сделаем. Ну и тут напишем, что я рад, что вы присутствуете на моем радио и все остальное. Ну, например, вот такой текст вставим. Ну, вот, например, много интересного. Все. В принципе, можно написать, что хотите. Ну, и на этом я тоже думаю, что мы остановимся и сохраним. Это мы сделали главную страницу, которая будет открываться у нас при захожении на сайт. Теперь я думаю, что, в принципе, можно взять и закрыть, и стереть индексную страницу. Мы работаем с сайтом 1. Вот, мы сделали L страницу HTML. Вот как она сейчас в данном случае выглядит. Смотрится все очень красиво. Мы сделали Listen. То есть это Слушать кнопочка. Вот сейчас плеерочку такой. И почему вот здесь я, к сожалению, не могу опуститься, это, вот, видать, какая-то ошибка. Ну, я боюсь, что я ее попытаюсь исправить. Как вы видите, здесь есть промежуток, который все-таки я потом исправлю уже в самой программе. Эта страница у нас обо мне. Она одна осталась, поэтому нам осталось удалить индексную страницу и скопировать вот эту. Или мы можем через фронт-пейдж открыть L-овскую страницу, что я думаю, сейчас я и сделаю. Возьму индексную, точнее, L-овскую страницу. Открой ее. И ее же возьму в файл сохранить как вместо индекса. Вот. Сохранить. Заменить. Да. Теперь могу закрыть и удостоверить, что у меня теперь есть L-овская страница. И индексная, которая будет загружаться при захождении на данный сайт. Они абсолютно одинаковые. Все. Теперь нам осталось отредактировать только одну страницу. И на этом наша работа в данном уроке будет закончена. В обо мне мы возьмем тоже не очень много файлов. Мы возьмем ту же фотографию и напишем несколько строчек. Что займет очень мало времени. Много времени занимает загрузка данной страницы. Пока будем ждать. Как вы видите, загрузилось. Теперь мы можем, в принципе, удалить. Все, что есть у нас, изменим опять. Делаем желтенький цветик. Сюда мы вставим нашу опять фотографию. Но лично я хочу сделать именно так. А здесь мы напишем. Во-первых, уменьшим размер. Напишем. Я... Допустим, у меня... Есть... Не только... Это радио... Но и... Канал... На... Ютубе. В Ютубе. Вот. И... Ставим фотографию. Но это, конечно, надо сделать, чтобы все... Вот, видать, надо просто уменьшить. Вот почему здесь такая. Видите? Я не могу вот сюда вверх подняться. Это плохо. К сожалению. А, вот. Вот, могу, в принципе. То есть, вот так делаем и поднимаемся. Так, значит, на Ютуб. И... Вставим рисунок. Гиперссылки мы укажем в третьем нашем ролике. В третьей части. Вставим. Уменьшаем ее до определенных размеров. Ну. В принципе, вот так. Так, здесь также у меня есть страница в контакте. А в тоже надо написать вместе. И тоже вставим рисунчик. То есть, в принципе, FrontPage это очень простая программа, которая позволит вам сделать очень интересную вещь. Вот. Парам... Парам простая. То есть, если вы работали с любой программой, то это не стоит вам туда. Теперь надо только изменить текст. Я думаю, это будет очень просто. И... И... И в принципе, можно сохранять. Парам сохранить. Окей. Теперь мы можем посмотреть то, что у нас получилось. Стартовая страница будет вот эта. Мы ее сейчас откроем. Потом будет идти... После главной будет идти слушать. Вот плеер. Я сейчас это подредактирую. И... Страница обо мне. Но я вот это, конечно, надо будет фару сместить. Ну, в принципе, и все. На этом мой видеокласс подошел к концу. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Дичков. Или если будет сказать ВКонтакте или Скайпе, Акабан25. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.